Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли народный артист России, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Добрый вечер! Здравствуйте! Именно в этот день, 23 октября, но 100 лет назад, в 1914 году, ваш тезка Евгений Вахтангов провел первый и, наверное, не совсем обычный урок актерского мастерства. Этот день и считается датой основания Щукинского знаменитого училища. 100 лет бывает один раз. Очень важно ничего не пропустить. Что стало центральным событием юбилея? Сейчас? Сегодня? Да. Вообще, само торжество, которое происходит на сцене Вахтанговского театра, это самое главное торжество. Но я считаю, что мы сделали огромный... Это не подарок, это наш долг, это наша честь, это наша память Евгению Багратионовичу. Рядом со сквером театрального училища имени Щукина установлен памятник Евгению. 13 октября. 13 октября. Вообще, 13 октября – это цифра такая важная для нашего... Считается счастливым числом, да, для Вахтанговцев? Конечно, да, да. Почему? А потому что сам Вахтангов родился 13 ноября, никто этого числа никогда не боялся, мы даже радуемся. И установку памятника мы выбирали специально, чтобы найти хоть какой-то знак. Если не 13 ноября, а 23 сегодня было бы... Ну, нельзя два таких события совмещать. Но чтобы... И тогда решили 13 число, потому что это Вахтанговское число. Мне кажется, что памятник удался. Мне так кажется. А это правда, что памятник, о котором мы с вами сейчас говорим, он и сделан, и установлен за счет, собственно, студийцев, продолжателей дела? Фактически, да. Знаете, как началась студия? Вот вы сказали, он прочитал первую лекцию, он что-то такое сказал. Но там не было бы счастья, да несчастье помогло. Да несчастье помогло, совершенно верно. Вот это вот то несчастье, которое отталкивается от памятника Вахтангову, я начинаю рассказывать, да, потому что она такая длинная, получается, тема. Памятник Вахтангову – это молодой, красивый Вахтангов, стильно одетый, с цветком... Бутоньеркой. Да, бутоньеркой, да. Идущий, смотрящий на здание, которое он построил, Вахтанговская школа. Он же не придумывал эту Вахтанговскую школу. Это потом ученики его сделали так, что эта школа стала называться Вахтанговская, потому что он так много вложил в своих студийцев, что ученики понесли, 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 понесли. И вот до сих пор потом когда-то сказали, а давайте назовем это Вахтанговским направлением, потом стали долго думать, а что такое Вахтанговская стиль, Вахтанговское направление. Никто этому определение дать не может, но всегда говорят, что это что-то такое талантливое, яркое, необычное. И любой спектакль, любого театра самого знаменитого русского, зарубежного, где есть яркая форма и содержание, говорит, вот, посмотрите, какой Вахтанговский спектакль. Но это же не мы, Вахтанговцы, это придумали, правда же, это придумали и театроведы, и вообще, и молва. Так вот, Вахтангов красивый, с бутоньеркой. Почему выбрали мы такой памятник и оттолкнулись от этого? Потому что когда в 1913 году группа студийцев московских университетов позвали Вахтангова, режиссера художественного театра и актера, сделать с ними какую-то работу, он пришел на первое занятие очень стильно одетый и такой, ну, как сказали, пижон, они сказали про него, ну, вышел, вырядился, как они сказали. А потом поняли, потому что Вахтангов, предуведомляя начало работы, сказал, что театр – это праздник. В театр нужно приходить, быть всегда с ощущением праздника. Ты должен приходить так, чтобы у тебя внутри звенели колокольчики маленькие или громыхали какие-то колокола. Вот это вот принцип Вахтанговского театра – театр-праздник. Вот оттуда мы подумали, что и памятник должен быть таким. Не 21-го года, когда он изможденный, но талантливый, гениальный, а именно молодой, когда у него вся жизнь впереди. Ну, потому что он как будто предчувствовал, что сто лет такого будет. Понимаете, такого. Хотя, когда я сказал, что несчастье, да, ведь спектакль, они… Это был разбор полетов, и провалился спектакль, который они так долго репетировали. Как он назывался, этот спектакль? Это спектакль по пьесе Зайцева «Усадьба Ланиных». Назывался спектакль, он провалился. И это несчастье было до такой степени велико, что Станиславский… Были ужасные критические статьи в прессе, и Станиславский, когда узнал, что Вахтангов поставил такой спектакль ужасающий, который провалился, он запретил ему работать в этой студии. Но Евгений Пократилович не предал своих студийцев. Они даже, когда приглашали, наверное, даже не предвидели, что они делают какой-то исторический шаг, что встреча с этим режиссером в их студии приведет к тому, что будет создана школа, театр, и дальше этот театр будет существовать, и наш театр существует по сей день. Так вот, провалился этот спектакль. Ну, студийцы не огорчились, они сказали, давайте-ка мы соберемся, возьмемся за руки и создадим цепь, чтобы вот как бы одной цепью держаться. И Вахтангов, дальше работая со студийцами, часто повторял, давайте-ка держите цепь, держите цепь. И вот, может быть, вот это «держите цепь», оно передалось и передается дальше. Потому что мы очень гордимся тем, что мы закончили Вахтанговскую школу, мы гордимся Вахтанговским театром, мы гордимся именем Вахтанговца-Щукинцев. И у нас, у всех выпускников, есть эта гордость. У всех. И не напрасно. 23 октября, вот этот день, который в день, который мы празднуем столетие, это не единственный день в 100 лет, который мы собираемся, чтобы почтить память школы. Этот день ежегодный, этот праздник ежегодный. Мы каждый год собираем наших выпускников и чествуем. Мы не можем чествовать всех, потому что у нас не хватило бы ни сил, ни времени. И времени программы. Программы, да-да-да. Перечислить. А мы чествуем тех выпускников, которые кратны тому году, который идет сейчас. Если год, предположим, 14-й, то идет кратный 2004-й, 1994-й, 1984-й и так далее. А можно тогда грустную одну нотку? А вот самое первое поколение, вот юбилейного выпуска, это какой год? Это 54-й, 44-й, который сейчас сегодня собирается, да, вместе в зале? Вы знаете, тех, которые закончили в 44-м году, к сожалению, нет. Уже не осталось. Да, в 54-го года тоже очень мало, совсем практически никого. И если кто-то есть, то они не могут приехать. Мы с большим, с горечью утраты последнего года, последнего даже этого месяца. Галина Львовна Коновалова, старейшая, старейшая актриса театра. И Юрий Петрович Любимов, а до этого Юрий Васильевич Яковлев. Посмотрите, какие потери мы несем. Но они с нами, потому что идет спектакль «Пристань». И на каждом спектакле «Пристань» они с нами на этом парусе, на развивающемся парусе, который построил корабль, который построил Рима Стуминос. Мы плывем по этим волнам театрального искусства. И дай бог, вот сейчас приплыли к столетию училища, и дай бог, приплывем и к столетию театра, который будет через 7 лет. Вот я слышал о трех принципах, главных принципах обучения в Щукинском училище. Каких? Это от простого к сложному, естественно, да. Это принцип, связанный с тем, что артист обязан создавать сценический художественный образ, а не идти от себя. А вот третий принцип, он каков? Кафедральность так называемая. Можете расшифровать? Первый, это самый, наверное, основной первый принцип, кафедральность. Потому что то, что нас отличает от других школ, вопрос, чем отличается наша школа от других школ, наверное, даже и задавать не нужно, потому что талантливые выпускники любой школы, их можно приписать к любой школе, потому что они талантливые. А вот люди, которые одарены, и им нужно поучиться, то у нас есть своя методология. Вот на протяжении всей нашей столетней истории мы существуем фактически в одном и том же, ну, как бы, таком педагогическом течении, что ли, скажем так. У нас студенты проходят через всех педагогов института. Нету мастерских. Когда работают два мастера на курсе, и все четыре года ты с этим мастером связан. И выработал этот принцип не Вахтангов, а Борис Евгеньевич Захава, который был на протяжении 50 лет ректором. Я помню его книжку, когда ты читал с таким удовольствием. 50 лет ректором, представляете? И принцип выработал, что они должны, наши студенты, попасть под перекрестный огонь всех педагогов. Потому что Бог его знает, с каким педагогом у него не сложатся отношения. А так он может встретить своего. А так он может встретить своего. И Бог знает, где будет этот педагог, тот, который даст ему тот самый толчок. Может быть, это будет педагог по гриму, кто его знает. Или педагог по сценической речи. Или педагог по общеобразовательным предметам. Когда он сядет, у него вдруг его заставят читать, заставят думать. И у него откроются какие-то чакры, такие необыкновенного таланта и полета, взлета. Ну вот педагогическая система Щукинского училища действительно славится своими традициями, своим, подчеркиваю, здоровым консерватизмом. Но меняется время, меняются абитуриенты. Мы можем сейчас с вами так по-стариковски наповорчать, что вот были люди в наше время, не то, что вот это вот нынешнее племя. Они чем отличаются? Я слышал, как Дразнин, ваш замечательный педагог Щукинского училища, жаловался, что у них теперь вот мелкая моторика. Они вот сидят, вот здесь вот кнопочки, и вот так вот приходят. Там же сценические движения, размах должен быть. Ой, так оно и есть. Но дело-то в том, что когда он приходит к студентам на первый курс, он сетует и говорит, наверное, я уже с этим курсом не справлюсь никогда. И вот он начинает их заставлять там кувыркаться, прыгать. И к концу первого курса он приходит и говорит, а ты знаешь, они смогли что-то такое сделать. А ты знаешь, что этот уже перепрыгнул через пять столов, а этот сделал три кульбита, а этот ногу поднял, а этот уже вообще на одной ноге постоять может, потому что у них тело не развито. Так оно и есть. А когда они приходят на спектакли, и я приглашаю всех зрителей на спектакли, который делает кафедр пластической выразительности, и это работа с предметами. И когда вот эти вот неумелые ребята к четвертому курсу делают чудеса, что я диву даюсь, то я думаю, школа жива, и она может, и она современна. Мы говорим, вы говорите консерватизм. Да, нельзя учить новациям, нужно учить традициям. Это выражение Мирхольда, такого новатора уж, казалось бы, который не извергал все. А учить нужно традициям. И традиции, их нужно хранить, их нужно бороться за них, нужно их уметь за них подержаться. Потому что если мы можем их сами разрушить, и если мы не будем в этих традициях давать все время что-то такое новое вносить, если мы не будем отслеживать, что хорошо, а что плохо, то от традиции очень быстро попасть можно в рутину. И где эта традиция? Рутинность тогда, и тогда нужно действительно все театры закрывать, и новаторство... Ну, для этого есть талантливые люди. Вот я как раз хочу спросить. Безусловно, каждый из выпускников Щукинского училища мечтает попасть в Вахтанговский театр. Уже не первый год им руководит Римас Туменас. Он не заканчивал Щукинское училище, он не был учеником Рубена Симонова или Захавы. Но по духу, по таланту он ведь чистокровный вахтанговец. А что это? Чудесное совпадение? Или это то, о чем вы сказали, что каждый высоко одаренный человек, он и есть вахтанговец? Во-первых, думаю, что это так. Римас, когда пришел в театр, у него был момент какой-то, когда он хотел делать... Он делает же свой театр, но тогда он сказал, я делаю отдельно от вас театр, и буду делать так, как вот... И старшее поколение не очень его, как бы, все уговаривало, та же самая Галина Львовна, что ты обратись, посмотрите, у нас есть труп, у нас есть история театра. И приближалось 90-летие театра. И вот тогда, в тот момент, он пришел на открытие труппы и сказал речь, которая, ну, прочувствовался весь театр, когда он сказал, вы мои, вы мои, это мой театр. И нашему театру, моему театру 90 лет, и мы должны сделать поклон этому театру. Ну, тут все женщины расхлюпались, мужчины там отвернули голову, и вот... Возникла пристань. И возникла пристань, и дальше пошли спектакли Евгения Онегина, Маскарад, и дальше пошли его спектакли «Улыбнись нам, Господи, дядя Ваня». Ну, а сегодня на сцене Вахтанговского театра идет юбилейный вечер, связанный с столетием, знаменитый своими удивительными выпускниками, яркими, талантливыми Щукинской школы. Я вас поздравляю, спасибо вам большое. И я поздравляю всех зрителей, потому что я надеюсь, что мы будем выпускать таких же выпускников, за которых нам не будет стыдно. Евгений Князев, народный артист России, ректор Щукинского театрального института, сегодня в главной роли. Низкий поклон, обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова